Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами рубрика у Светланы в ванной. Я знаю, вы любите такой формат. И тема крутой уход за лицом, утренний уход. Итак, поехали! Начинаю свое утро. Конечно, с очищения кожи, да, после ночи. Это тоже обязательный этап. И он очень важный, потому что ночью сейчас у многих жаркий, наше лицо потеет. И даже если не жаркий, все равно выделяется. Я вам надо с утра лицо хорошо очищать. Я добиваю ее у Птан из Фикса. И стоит у меня на очереди с Вайлбери. С вот этими средствами пока умываюсь. Мне очень нравится. Вот как раз мы его с вами и добьем. Хорошо очищает лицо. Я не экономлю. Беру по многому. Достаточно дешевое средство, чтобы как следует лицо проработать на руку. И потом разводим водичкой. Вот так прям в руке я развожу с водичкой до кажется образного состояния. Даже немножко пожиже. И начинаем наносить на лицо. В процессе еще могу добавить. Заодно татуировку сейчас с вами смоем. Уже второй день держится. Вот таким образом. Мне нравится этот Уптан. Мне нравится Уптан с Вайлберис. Сужает поры. Как бы в этом плане все отлично. Сделать это всего, конечно, лучше над ванной. Потому что может все осыпаться. И периодически приходится водички добавлять. Уптан, кто не знает, это такая натуральная субстанция. Из перемолотых круп, трав, растений и так далее. Когда полностью растворяется, частичек практически не ощущается. А так, пока не растворилось, можно немножко еще отшелушить. Такой хороший отшелушивающий эффект. Везде как следует прохожусь. Особенно, где пигментация у меня цветет. Про пигментацию тоже сегодня поговорим с вами. Так, как следует очистились. И смываем. Все, кожа хорошо очищена. Теперь она готова впитывать все полезности, которые мы ей предложим. Я буду дальше делать масочку. Вот такую масочку Alex Skin. Очень крутая масочка. Сейчас покажу. Здесь лопаточка у нас с вами идет в комплекте сразу. Просто обалденная. Alex Skin это бренд, который выпустил три вида масок. У меня вот такая вот утренняя, которая очень круто отеки сгоняет. Может даже пощипывать. Это нормальная реакция. У меня когда пощипывает, когда нет, лучше на запястье проверить. Или на тыльной стороне ладони. Да. И посмотреть перед применением. Прямо нашумевшие такие маски. О них уже многие говорят. Вайлдбери, Сазон. Очень много отзывов классных. Поэтому, конечно, захотелось попробовать. У меня восторг. У меня правда восторг. Вот такая вот масочка. Уже сколько? Какой сегодня я буду делать? Четвертый раз. Обалденно пахнет. Не лимончиком, а апельсинчиком. Здесь есть цедра апельсина. Я вам сейчас поближе покажу, как она выглядит. Так выглядит масочка. Вот бренд. Утренняя маска. Она закрытая, естественно. Мы туда руками налазим. Это здорово. Вот такая вот кисточка классная. И вот смотрите, какая консистенция. Пахнет она божественно. Вот этот вот апельсинчик, он не приторный, такой новогодний, да? Баночка красивая. А он такой какой-то освежающий. Вот освежающий такой апельсинчик. Вообще здоровский. Шесть месяцев она может у нас с вами быть открытая. Такая красивая баночка. Вот такая вот консистенция. Это у нас с вами цедра апельсина. Вот информация я показываю, кому интересно. Можете нажать на паузу, почитать состав. Состав действительно крутой. Много дорогих компонентов. Итак, давайте наносить. В маске, кстати, есть дренажный компонент. Поэтому отеки очень круто сгоняются. По утрам иногда просыпаешься, такая вся отечная. И заломы даже какие-то остаются. Масочку сделала, и все, окон. Маски вообще моментального действия. То есть эффект виден с первого применения. Это вообще круто. Он действительно виден. У меня и подтягивается кожа. Вот сейчас есть пощипывание, потому что лицо хорошо очистило. И прям вот хорошее пощипывание. Я наношу ее и на веки. Потому что именно на веках у меня бывает отек утром чаще всего. Небольшим таким тонким слоем, но на веки я наношу. Мне безумно нравятся результаты. Подтяжка и разглаживание, и напитность. Но вы сейчас сами все увидите, все покажу. Прям действительно моментальная масочка. Куда-то, когда собираетесь сделать ее очень круто. Еще понравился состав. Тут помимо дренажных компонентов, вот этой цедры апельсина, достаточно натуральный и крутой состав. Там прям ингредиенты такие крутые, не дешевые. Поэтому, да, здесь 50 мл баночки. Баночка тактильная такая приятная. Она такая шероховатая. Классненькая вообще. Вот. Я наношу таким недолстым слоем, поэтому расход у маски. Небольшой кисточка тоже, кстати, очень прикольная. Такая тоже матовая, тактильная, приятная. Маленькая в наборе, удобная. Три маски у Аликскин. Мне теперь, знаете, какой безумный хочется попробовать против пигментации. У них еще ночная, есть эта утренняя, еще ночная. И которая осветляет пигментные пятна. Тоже отзыв очень хороший. Она, кстати, сейчас вот эта, которая против пигментации, на хорошей скидке. Вот эти чуть-чуть подороже, а она прям на хорошей скидке. Сейчас у бренда день рождения, и обычная цена маски 3.300. Сейчас 40% минимум скидка. Я оставлю, конечно, ссылку. Я на Wildberries брала. Там чуть-чуть подешевле. Но с моей скидкой там тоже зависит от вашей накопительной скидки на Wildberries. Вот. Ссылочку я вам обязательно оставлю. В Москве очень комфортно. Такой приятной консистенции. И не течет, не растекается, ничего не пачкает. Смывать ее тоже очень удобно, достаточно быстро. Поэтому у меня только одни положительные впечатления. Alex King, кстати, это отечественный бренд. У них в Подмосковье производство. А ингредиенты закупают они в Европе. И на животных не тестируются. Я знаю, многим девочкам этот момент важен. Таким вот небольшим тонким слоем. И уже результат практически как после посещения косметолога. Кожа прям классно себя чувствует. Еще есть, кстати, накопительный эффект. Я заметила это. И у меня на протяжении нескольких дней, даже вот двух дней точно, после того, как я делаю эту маску, кожа выглядит обалденно. После нее вообще ничего не хочется наносить. Ни крем, ни сыворотку. Потому что она и так напитана и без утяжеления. Сейчас будем смывать, я вам покажу. Вот так, небольшим вот таким вот слоем наношу. И всего 15-20 минут, есть 15 даже. Ходим на веки обязательно. Все отеки подсгоняем. Можно теперь идти пить кофе. Прошло 15 минут, и у меня кожа просто маску съедает. В тех местах, где не хватает увлажнения, сейчас его везде не хватает, потому что на поле, чем солнце каждый день, да? Она просто ее съедает. И вот осталась только цедра, а бельсинчик, да, на поверхности. Все, съела. Сейчас будем смывать. Смываю спонжем вот таким из фикс прайса. Смыли и смотрим на состояние кожи. Девчонки, видите, как она светится? Это вообще кайф. Вот это мне больше всего нравится. То есть она изнутри как-то вот лучится здоровьем. Больше ничего вообще после этой маски наносить не хочется, но я все равно вам покажу сейчас свой ход, который я делаю, если не делаю маску, да? Просто тон выровнен, появляется такой свеженький румянец, кожа увлажненная, кожа напитанная, без утяжеления. Она очень приятная на ощупь. Такое ощущение, что она съела много-много-много питательных компонентов. Мне маска безумно нравится. Я очень хочу теперь попробовать вот, который от пигментации, потому что есть с чем бороться, да? Поэтому прям хочу, загорелась. Ссылки все я оставляю под видео. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше тоник. Мне очень нравится в течение дня использовать InfoW. Но это в течение дня, когда вот прям совсем жарко. Он с миндольчиком, он классно охлаждает. Артикул 0468. А так у меня океаном. Вот такой вот мист, который я для тела, для лица использую. Очень здорово. Хорошо увлажняет, тоже без утяжеления. На лето прямо очень-очень нравится. Красота. Так, а какой использую крем? Крем с SPF обязательно. Иногда, когда прохладно, наношу обычный уходовый крем. Например, гиалуронка практически добила или Грен Карма. Но в жару такое количество кремов обильно наносить не хочется. Поэтому сразу SPF. У меня сейчас вот такая от Vitex 20. Крем дневной против веснушек пигментных 5. У меня есть еще такая маска. Я вам, по-моему, про эту серию подробно не рассказывала. Да, на зону права. Вот. Неплохие. Вы знаете, вот при регулярном применении все-таки есть какой-то легкий осветляющий эффект. И не то, что осветляющий всего лица, да, а конкретно пигментных 5. Потому что я когда с отпуска приехала, у меня вот здесь прям цело вообще кошмар. Потом на ежедневной основе начала делать, начала использовать вот этот крем. И как-то вот стало все немного получше. По приглушению, скажем так. Поэтому наношу его крем с SPF. Особенно если вы очень склонны к пигментации, лучше наносить плотным слоем. Жара. Невозможно под плотным слоем находиться. Но я вам уже рассказывала лайфхак. Мы сейчас нанесем, походим с кремом. А потом матируем с салфеточками Фоберлик. Все дело это промокнем спустя минут 10, да. И будет красота. Потому что есть даже такое правило. Правило чайной ложки. То есть крем с SPF на лицо наносится в размере чайной ложки. У меня сейчас даже гораздо меньше. У меня где-то 1 треть чайной ложки на лице. Если не меньше. А положено, чтобы он действительно работал. Чайную ложку. Представляете, как это много. Просто если мы возьмем граммулечку крема с SPF и разотрем ее по лицу, то эффекта не будет должного. Я особенно хорошо втираю. Где фигментация. Прям втираю. Пусть прям кожа съест в этих местах. У меня прям вот тут после беременности. И вот тут. И зимой вообще не было. Все прошло. А в этом опять зацвела. Вот такие вот дела. На веки я этот крем не наношу. Потому что их я утяжелять совсем не хочу. Вот таким образом. Он не сильно, кстати, тяжелый. Всего лишь двадцатка. Потому что он вполне комфортный. Но, естественно, жирный блеск появился. Поэтому сейчас минут через 10-20 я промакну салфеточками матирующими. Буду приступать к макияжу. А сейчас он должен пока поработать на нашем лице. На нашей коже. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам нравятся такие видео про уход. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на маску под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока-пока.